Влажный сезон Влажный сезон, много дождей, вода поступает в почву Соответственно, корни затягивают себя в воду Вода растворяет в себе минералы и питательные вещества, которые находятся в почве и которые необходимы растению Благодаря тому, что идет много воды, все это поступает в дерево Дерево, листья дерева производят большое количество пищи, готовой пищи, которая необходима всему дереву Эта пища откладывается в ягодах, в наших зеленых зернах, которые по сути выступают такими ячейками для хранения этих питательных веществ Ведь им когда-то в один прекрасный день придется прорасти У них не будет ни корней, ни листвы И они должны будут дать ростки Поэтому они накапливают в себе, как такие контейнеры, накапливают все эти питательные вещества То есть во время влажного сезона у нас часть этих питательных веществ, которые находятся в избытке Идут в зерно, в семя А часть идут на строительство новых листьев На рост листвы кофейного дерева А именно листья отвечают за производство питательных веществ и сырья, которое затягивается корнями из почвы Это влажный сезон Сухой сезон Влаги нет Воды очень мало Дерево чувствует, что сырья из почвы поступает намного меньше Что делать? То небольшое количество питательных веществ, которое оно производит, все аккумулируется Ничто не тратится на рост дерева Листва не растет Ветви не растут Дерево ждет Оно законсервировано Затем в один момент, во время сухого сезона Проливают дожди Один-два дня, но очень сильных дождей И происходит взрыв Дожди, они служат такой спичкой Происходит возгорание, взрыв И дерево начинает цвести Все дерево покрывают цветы Кофейные цветы Спустя 9 месяцев после этого мы увидим спелые кофейные ягоды, которые мы будем собирать Давайте я приведу пример, как это происходит здесь, в Коста-Рике Апрель Начинается сезон дождей Он идет, 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 идет И в октябре, всего лишь месяц назад, максимум дождей Самый влажный месяц сезона Ноябрь Сейчас переходный месяц Природа переходит от влажного сезона к сухому Сейчас дожди идут очень-очень редко Но они бывают Декабрь, середина декабря Встает сухой сезон Как мы помним, дерево начинает накапливать эту энергию для взрыва Январь, самый сухой месяц Февраль Проходит 1-2 дня дождей И у нас появляются цветы по всем кофейным деревьям Далее март, апрель Опять сухо И в апреле у нас начинается влажный сезон И потом идет сезон дождей Последний момент, который очень важен Сколько у нас сухих сезонов С этой вспышкой Которая происходит благодаря коротким, но сильным дождям Столько у нас и урожаев Потому что столько у нас цветений Например, на экваторе В Колумбии или в Эфиопии У нас 2 сухих сезона И 2 сезона дождей И там 2 урожая в течение года Здесь, в Коста-Рике Это случается лишь однажды И во всей Центральной Америке Да и вообще в Северном полушарии У нас 1 урожай В Южном полушарии тоже 1 урожай Только на экваторе Это Колумбия, Кения, Суматра Случаются 2 урожая Аминь! Аминь! Продолжение следует...